Так, ладно. Смотрите, короче, дискуссия, да, у нас по этой херне. Вот что не нравится? Почему, собственно, вызывает бессильню, да? Ну, а кроме того, что, чтобы что-то подвинуть, тебе нужно там две кнопки нажать, типа там, вот, со средней кнопкой мыши это крайне неудобно. То есть на Alt и левую тоже не вращается ничего. Ну вот, поехали про кости. Поехали про пиво, да, там, например. То есть мне нужно выбрать одну кость, я иду вот сюда, тыкаю. А теперь, смотрите, нажимаем Shotcut, там, допустим, вращать, да? То есть мы не переехали вот сюда, мы просто хотим нажать Shotcut и получаем вот такую срань. То есть ты не можешь, я нет пивота. Вот, то же самое на G, да, то есть двигать и так далее. Чтобы пивот появился, тебе нужно нажать вот сюда, тогда у тебя будет какое-то разумное вращение. Вот, но если ты просто в режиме выбора и хочешь повернуть быстро, то у тебя вот так. Чтобы повернуть нормально, тебе нужно идти нажимать кнопки. Тогда пивот есть, да. Что мы видим в Maya? В Maya мы видим совершенно интуитивную вещь. У нас уже и так все есть. То есть мы нажали в арматуру, зажали Shot и можем вращать как хотим. О, Skinning слетел. Заебись. Блендер вообще молодец. Вот. А с этим проблем нет. Ну, то есть вот, вот эта претензия, да, к пивоту. То есть он здесь сразу переключается. То есть я нажал кнопочку, нажал и вращать, да, и начал вращать. Мне не нужно бегать по менюшкам. Здесь это все сразу автоматом. Автоматом делается в Блендере не так. Вот. Это то, что касается пивотов и вращений.